Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала, играет и комментирует для вас Луцкий Александр. Мы продолжаем проходить карьеру игрока FIFA 16 и Александру Пайсикову и его команде Newcastle предстоит сегодня битва против PSG в 1.16 финала Лиги Европы. Вот это соперник нам достался в первом же раунде плей-офф Еврокубка, причем не самого главного, а второго по значимости, но это не отменяет силы соперника. PSG это мощь, мы будем пытаться им противостоять. Атакующая позиция прокачалась на тренировке до 90, это здорово, хоть какой-то прогресс, давно его не было. Ну как, по успехам прогрессы были, а вот именно по тренировкам давно не замечалось. Итак, играем сначала дома, на Сент-Джеймс-Парк. Я уверен, он будет полный, ну как, на всех матчах Сент-Джеймс-Парк заполнен, но здесь просто наверняка яблоку будет негде упасть. И вообще ажиотаж в городе, я думаю, по приезду PSG. Мы будем играть в своей домашней форме, PSG пусть играет, я не знаю в какой. Это слишком, слишком сливается. Блин, у них черное, белое. Ну ладно, тогда мы вот в темное сыграем, пусть они в белое сыграют. Вот такие дела. Ибрагимович на ваших экранах. Александр Пасиков в стартовом составе, причем на своем месте. Цапа, Сисок, Ковейналдум, Кобыля, Гуфран, Брейтвейд, все сильнейшие. Наполя, Ерей, Мэмба, Янмат, Айдара и Крул. Эти ребята должны, должны показать себя хотя бы в домашнем матче, чтобы, ну, какую-то конкуренцию PSG составить. Может быть, PSG как-то прохладно отнесется к Лиге Европы, и в этом наш шанс. Newcastle PSG. Первый матч одной шестнадцатой Лиги Европы. Да тут Лига Чемпионов на самом деле отдыхает. Смотрим составы команд. Ну, состав Newcastle мы все с вами прекрасно знаем и смотрели перед матчем. Десятый номер, седьмой номер, пятый номер. Вот это вот центр. От него многое зависит сегодня. Но я уверен, что Newcastle опять отдаст инициативу сопернику, парижанам в данном случае. Состав на ваших экранах. Стоит отметить, наверное, кого? Да на самом деле все те же, кто и был у них в составе Стамбули какой-то, вот в центре поля. Был он в PSG, не был он, не знаю. А в основном все ребята, которые и так играют там, в реальной жизни. Поэтому ничего удивительного нет. Кавани у них нет, но Кавани не продали. Мы знаем, куда? В Манчестер-Сити. Похоже, Ибрагимовича сейчас показали и Пасикова. Но нет, сравнивают все-таки Пасикова и Лукас. Хорошо, ладно. Неважно. Поехали, друзья. Центрополя PSG и игра началась. Первая атака Newcastle. Пасиков уходит на фланг. И здесь уже Гуфран и ему сделает подкат. Крайний защитник PSG. Довольно грубый. Нарушение правил. Будет ли желтая карточка? Ну, похоже, нет. Простил. Простил судье этого парня. Ну и навес. Навес в штрафную. Скидку. Нет, скидки не будет. И Ибрагимович с мячом. Это опасно. Контратака PSG. Хорошо, Пасиков. Еще одна контратака Newcastle. Быстрая атака, точнее, Пасиков. Между двоих и... Ну, вы видите. Вы видите, кто отобрал мяч у Александра. Ибрагимович вернулся в оборону. И помог своей команде. Десятый номер отобрал мяч у десятого. Айдара. Ну, что же Newcastle? Ну, вот вышли из обороны вроде бы. Пасиков. Перевод на другой фланг. На Кобыля. Кобыля, верни. Пасиков отлично. А нет, вот здесь вот я немножко другое хотел сделать. Хотел принять мяч, а потом перекатом уйти от защитника. Но правый стик сработал раньше, чем нужно. В итоге мы прокинули мяч куда-то наверх. Естественно, далеко его отпустили. И совершили потерю. Снова PSG с мячом. Снова они катают. Брейтвейд хорош. Пасиков. Пасиков. Маркиниас. Нет. Я видел Брейтвейда впереди. Думал ему отдать передачу. Но потом раздумал. Решил взять на себя. И снова потерю. Много потерь у Пасикова пока что на первых минутах. Но только за счет него. А Ньюкасл выходит в атаку. Пасиков снова. Но снова на своей половине только. Сисокка. Сисокка. Увидит Пасикова или нет? Нет. Все, уже поздно. Поздно отдавать. Через Вейналдума. Вейналдум. Ну что, на фланг сыграй, дружище. Или вот сюда Пасикова уже. Да, Пасиков открылся. Пасиков. Развернулся. Увидел Брейтвейда. Брейтвейд. Дальше на Вейналдума. Вейналдум. Вот здесь Пасиков открыт. Хорошо. Пасиков. Одного прошел. Почти. И Вейналдум открывается. Хорошо. Вейналдум. 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 Опять его замысловатые какие-то передачи. Ладно. Пасиков на перехвате. После углового на Гуфрана. Еще один выход. Еще один выход в контратаку. Хорошо. Пасиков. Вейналдум забегание делает. Получает мяч. Пасиков бежит по флангу. Гуфран. Через центр. И вот Пасикова вывели. Пасиков. Надо переводить мяч. И не получается передача точной. Блес Матюиди. Успел перекрыть эту траекторию. Надо было наверное верхом попробовать. Может быть партнер тогда бы добрался до мяча. Ну что ж. Контратаки вроде бы получаются пока что. Но. Конечно тотальное владение мячом у ПСЖ. У них почти нет ошибок в передачах. Но моментов пока у ворот Ньюкасла тоже нет. Еще одна атака Ньюкасла. И снова через Пасикова. Вот. Хорошо. Брейтвит. Может будешь забегать. Пасиков. На противоходе. Через центр. И надо отдавать передачу. Ну сбили Александра. В самый вот ненужный момент. Когда я уже был готов. Сисокко выводить один на один. Это опасный штрафной. Пусть пробивают. Пусть пробивают. Не надо разыгрывать здесь. Достаточное расстояние чтобы забивать. Тиаго Сильва. Желтая карточка. Капитан сбил Александра Пасикова. Чтобы. Тот не сделал голевую на самом деле. Там уже. Вон Сисокко. Видите. Открывался. И только в последний момент. Тиаго Сильва. Да. В подкате. Помешал. Бей. Бей дружище. Просто тупо бей. Просто тупо бей. Удар. Да. Брейтвейд. Какие у него штрафные все-таки. Какие у него штрафные. Ньюкасл выходит вперед в матче с ПСЖ. Вот это начало. Гол в раздевалку получают парижане. Явно не ожидали они такого начала от Ньюкасла. Явно не ожидали. Ох. Первый момент за всю игру. На две команды. Да какой момент. Просто штрафной. И трап не дотянулся. Отлично. Я естественно в перерыве уходить не буду. Мы этот матч сыграем полностью. Ну что ж. Первый тайм позади. Посмотрите на Пасикова. Он не так и сильно устал на самом деле. Как обычно. Да. И я бы хотел посмотреть успехи. 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 Не не успехи. Не то. Какие успехи. Я бы хотел посмотреть уровень игры у нашего Александра. Итак. 90% точность передач. Есть одно нарушение. Где оно было не помню. Или это заработанное нарушение. Не знаю. Владение мечом. Два удачных. Пять неудачных. Короче надо прибавлять в игре. Как видите оценка 6.0 всего лишь. Нужно прибавлять. По крайней мере стараться. Хоть и силы. Почти на исходе уже. Пасиков обокрал Тиагу Сильва. Два ноль. И кого мы обокрали а? Там нам что-то добавили в прокачке. Но я был сосредоточен на том чтобы забить ПСЖ. Александр Пасиков сам по-моему не верит что сейчас сотворил. Первая же Адака Ньюкасла во втором тайме. Тиагу Сильва перехватывает. Но Пасиков подкараулил здесь ошибку капитана ФСЖ. И наказал. Наказал эту команду. 2-0. Второй момент у Ньюкасла и второй гол. И получается что Тиагу Сильва привез два гола парижанам. Во-первых он сфалил. Помните да? Штрафной заработал. После него Брейтвейд забил. Ну а теперь Пасиков перехватил и забил. Подкрутку по-моему нам прибавили там. 80 удар в створ был или что-то такое. Отлично. 2-0. Но что же ПСЖ? ПСЖ по-прежнему катает мяч. Но пока что без продвижения вперед. Но вот Златан Ибрагимович. Считанное количество раз он получал мяч на самом деле. Вот через него больше стали играть. Главное избежать навесов на него. Потому что это действительно опасно будет. Лавеси вот сейчас может навесить. Да навес пошел, но крул. И навес был не на Ибрагимовича. Надо сказать. Вот сейчас есть шанс для контратаки Брейтвейд. Но нет он не выигрывает мяч. И снова ПСЖ сейчас будет нас пытаться раскатать. А вот это шанс уже у ПСЖ. Штрафной в наши ворота. Златан Ибрагимович. Но они разыгрывают. И Пасиков должен тут помешать. Вместе с каким-то партнером они заблокировали этот удар. Отлично. Угловой правда еще. Надо держаться. Полоса нарисованная. Исчезающим гелем. Судьи все еще в нашей штрафной. Ну крул давай. Можно еще в контратаку побегать. Давай. Алькаср кстати вышел. И выигрывает мяч. Пасиков. Александр. Уходит от одного. От тяга Сильвы тоже ушел. Но дальше тут все. Да. Хотя нет. Пасиков не сдается. И передачу отменную отдал на Сисока. Сисока. Подача на дальнюю штангу. Можно скинуть на Пасикова. Пасиков. Ой надо было попадать. Ой какая красивая атака. Александр. Можно было делать дубль. Ну е-мое. Удар был смазанный конечно. Можно на силу было приложиться. Но я отключил удары с лета. Поэтому удар был бы примерно таким же. Пасиков ушел от Матюиди. Играет на Сисока. Сисока можно вернуть на Пасикова. Отлично. Пасиков развернулся. Ушел от двоих. Сыграл с ближним. Нормально. Виналдом. Перевод на фланг. Товен кстати вышел. Давно не играл. Снова Пасиков. Пасиков. Это бил Златан. Златан Ибрагимович сейчас. Мог поразить ворота Ньюкасла. Но Тима Крул. Тим Крул. Почему я его Тима называю? Я не знаю. Навес. Ой 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 еще Ибрагимович. Нет не Ибрагимович. Это был. Это не Ибрагимович. Потому что только потом его мяч задел. Кроме того он был похоже в офсайде. Или нарушил правила. Я не знаю. Так вот это вот. Вот эти вот розыгрыши не указывал. Аккуратнее пожалуйста. Айдара на фланг. Гуфран. Ай. Я запрашивал не сейчас. Но Пасиков опять отобрал. Алькасара надо пускать в проход. Но тот закрыт. К сожалению. К сожалению закрыт. 6.8 оценка. Несмотря на гол. Несмотря на заработанный штрафной. Который привел голу у Пасикова. Оценка всего лишь 6.8. Потому что. Было много потерь. Особенно в первом тайме. Ну и мало отборов. Допустим перехватов. За них тоже начисляют хорошую такую оценку. Димария сейчас. У Пасикова под контролем. И опять сейчас будет удар. Да. И снова везет. Снова немного везет. Да. Опасные стандарты у ПСЖ. Мы все это знаем. По минимуму надо давать им шансы. На угловых и так далее. Гуфран. Пасиков. Сразу в одно касание. Отлично. Алькасар. И снова на Пасикова. Но я запрашивал у Алькасара. Алькасара не у Вейналдума. От Вейналдума пас естественно. Ну как проходил. Но надо было очень тонкий отдать пас. Опять игра меня не слушает изначально. Только потом действует. Так. Пасиков против Ибрагимовича. Пятка Ибрагимович играет. Не точно. Пасиков уйдет от Ибрагимовича. Уходит. 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 Партнера надо выводить сейчас. Один на один. Нет. Не смог. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ну партнер открывался сначала в одну зону. Потом в другую. И Пасиков на перехвате. Александр. Александр. От двоих уходит. Что дальше? Нет. Матюй Ди все-таки съел. Съел Пасикова. Да. Ну. Можно было и лучше сыграть. Несмотря на то, что это ПСЖ. Можно было сыграть и лучше. Алькассер на Пасик. Нет. Димария здесь. Ну все. Выложились по полной, друзья. И мы выигрываем 2-0 у ПСЖ. Несмотря на их мощный состав. Они не отнеслись прохладно к Лиге Европы. Они выставили самых лучших на поле. Но это им не помогло. 2-0 Ньюкассел. Впереди ответная встреча в Париже. Там будет жарко. Ну, как я и предполагал. Играя полностью матч с ПСЖ. С Норвичем мы не сыграем матч чемпионата. Поэтому быстренько его просимулируем. Здесь, я думаю, наши ребята и без Пасикова справятся. Нет, не справились. 1-1. Потеряли очки, к сожалению. Сисокка забил. Басонг забил у Норвича. В общем-то, да. Плохо. Ну что ж. Пришло время ответной встречи в Париже. И мы снова сыграем полностью все 90 минут. Состав очень похож на состав первоначальный. То есть первого матча в Ньюкасселе на Сент-Джеймс-Парк. И я думаю, что тактика у нас будет прежней. Ловить ПСЖ на контратаках. На сей раз сыграем мы в белой форме. Они пускай играют в домашней. Да. Пасика в составе. Кобыля в составе. Виналдом. Сисокка. Гуфран Брейтвейт, который забил со штрафного. Опять отличный гол. Бэмба у нас подуставший защитник. Все остальные в полной боевой готовности. Поехали. Состав ПСЖ, как я посмотрю, не изменился ни капельки. Это здорово. В этих ребят мы уже обыгрывали. Поэтому сюрпризов ждать, наверное, не стоит. Стартовый сисок прозвучал. Мы в Париже. Поехали. Пасикав. Тут надо быстро играть. Я уже вижу, что темп матча будет не в сравнении с первым. Тут ПСЖ сразу взял быка за рога. Верати прессинговали. И это позволило команде нашей завладеть мячом. Верати под прессингом ошибся. И отдал неточную передачу. Янмат. Ну давай без вот этого. Смотрите, как ПСЖ с заведенным каким вышел. Игроки реально хотят взять реванш у Нью-Касла. Здесь можно попытаться накрыть прессингом. И у Пасикова это получается. Пасиков. Ну давай, давай, давай. Да, на фланг. Гуфран. А, нет. Арье его очень быстро съел. Крулл, браво! Какая комбинация у ПСЖ сейчас прошла. Таких комбинаций у них не проходило в первом матче. Здорово разорвали сейчас линию нашей обороны. Верати подключился. Но, правда, забежал в офсайт. Отлично. Гол бы все равно не был засчитан. Но это не отменяет заслуги Тима Крулла, который великолепно среагировал на этот выстрел. Пасиков на фланг. Ой, отличная передача какая! Кобыля на скорости! Остановись, дружище! Ну, он сразу подает. Но там Брейтвейду очень сложно будет бороться за верховые мячи. Пасиков. Перехватил. Разобрался с двумя. Александр. И получает подкат по ногам. Ну, что ж ты будешь делать? Сколько фаллов он на себе зарабатывает, да? Это ж ужас какой-то. Отсюда бить точно не надо. Не надо Брейтвейд, пожалуйста. Но он навешивает непонятно куда. Ох уж эти штрафные со средней дистанции. Бесполезные. Бесполезные. И еще и контратаку привозят. Смотрите, Брейтвейд-то нам привез контратаку своим штрафным. Ой-ой-ой, Лукас. Сейчас ПСЖ может наказать. Лукас! Ну, ладно. Так не накажет. Пасиков опять на Кобыля. Кобыля. Можно вернуть, да? Пасиков здесь. Пасиков. Курзава у него. Опять-таки легко отобрал. Один в один что-то у меня перестало получаться обыгрывать. Но, наверное, хорошие защитники просто противостоят в последних матчах. Топ-клубов. Поэтому и обыграть их сложно. Пасиков. И вот опять, видите? Не получается на противоходе поймать. Уйти резко в бок. Они читают это все дело. Вот эта комбинация, но слава богу, она... Осталась только комбинацией красивой. И ни к чему больше это не привело. И опять Александр. Да, е-мое. Ладно. Вот играл в пас изначально. Надо так же и продолжать. Александр, Пасиков. Вот. Насисокко. Насисокко тоже теряет мяч. Да. В Стамбуле его накрыл. Ну, пока что выхода в атаку у Нью-Касла не получается в этом матче. И сейчас повезло. Верати должен был забивать. Опять его выводят. И головой... Ну, головой, видимо, плохо играет. Невысокий итальянец. Не помог бы там уже Крул. Он был отыгран. Опять великолепная комбинация ПСЖ. Вот они сегодня играют как должны играть. Но вот в Нью-Касле что-то у них случилось. Какой-то провал. Пасиков. Александр. Удерживает мяч. Уходит от одного. Надо посовывать уже партнеру. Да. Ну, кобыля. Ну, почему ты спиной к воротам? Ну, правда, подкат хороший. Но только и всего. Ибрагимович, да. Это должно было случиться, друзья. Это должно было случиться. ПСЖ переигрывает. Переигрывает Нью-Касл. Причем выглядит на голову лучше в этом матче. Надо собираться нашей команде. Иначе мы упустим все преимущество. Один мяч уже упустили. А ведь нам стоит только один забить. И ПСЖ надо будет уже 4-1 выигрывать. Посмотрите, как Ибрагимович выиграл борьбу. Попал в штангу. Ну, и потом мяч оскочил на Стамбуле. Который был один перед пустыми воротами. 1-0. ПСЖ впереди. 2-1. Общий счет по итогам двух матчей. Еще один навес. Ну, Крул. И снова. Снова Ибрагимович попадает в каркас. Но там был офсайд, слава богу. Но Крул вообще что-то не реагировал на этот мяч. Неужели он знал, что там вне игры? Я не уверен в этом. По-моему, он ошибся сейчас. Уж в первом тайме-то. Не надо упускать все преимущества. Добытое. За весь первый матч. Да, тяжелая. Тяжелая встреча. Как и ожидалось. Пасиков. Пасиков. Не пускают его. А, держат всеми силами. Снова Пасиков. Сесок о забегании. Делай. Ну, что ж ты встал? Ладно. Там забежал Гуфран. Подача. И, блядь, вы. Да. Напережение. 2-1. Какой 2-1? 1-1. Не забили же второй гол ПСЖ. 1-1, конечно же. 1-1. Пасиков дождался все-таки подключения партнера. Гуфран. Точный навес на Брейтвейда. И Брейтвейд. Как вылетел на опережение. А, вы посмотрите. Красивый. Очень красивый гол. Предголевая у Пасикова. Она, конечно, в статистику не пойдет. Но, как организатор атак. Это первый вообще подход к воротам. У нее касло и гол опять. Супер реализация это называется. И теперь, теперь ПСЖ надо забивать 3, чтобы пройти дальше. Это здорово. Теперь у нас появится уверенность в своих силах, мне кажется. Пасиков борется с Матюиди. Ловеси на перехвате. На сей раз пас на фланг. Сделать точно мне получилось. Ловеси. Может быть, привоз Пасикова. Нет. Ловеси не смог подать. Точно? Ну что ж, 1-1 это здорово. Забить бы еще. Выиграть и в гостях. Это было бы вообще супер. Брейдвейд. Ну нет. Он проигрывает верховую борьбу раз за разом. Крул. Спокойно, дружище. Дальний удар. Причем по центру ворот. Крул отбил перед собой. Но, благо, на добивании никого не было. Из игроков ПСЖ. Виналдом. Хорошо. Пасиков увидел здесь. Пасиков. Сзади его накрывают. Приходится смещаться налево. Но неплохо, неплохо, неплохо. И снова Гуфран открывается. Гуфран. Можно вернуть Пасикову. Отлично. Пасиков. Пройдет или нет здесь всех? Ну сложно, конечно же. Сложно. Вот партнер подключился. Айдара! Вот это было здорово. Здорово подключился этот защитник. Очень вовремя, самое главное. И пробил. Трап, конечно, затащил. Но момент все равно опасный. Пасиков на замахе. Александр. Смещается, 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 смещается. И что, что, что? Кто-нибудь откроется или нет? Пасиков уже на другом фланге. И Александр развернулся. И пенальти! Да. Зарабатывает 11-метровый. Но здесь все на индивидуальном мастерстве Александра было сделано. И опять забьет какой-нибудь Брейтвейд сейчас. И опять нам ничего не засчитают. Ни голевой, ничего. И оценка от этого не поднимется. Но зато команда пройдет дальше. Товен вместо Кобеля. Замена. Ну и... Алькасер, по-моему, бьет. Или кто это бьет? Непонятно, кто это бьет. Ой, как пафосно! Да, это Алькасер. Вот это да. Паненко и забил. 2-1, друзья. Ему уже точно в 1-8 финала Лиги Европы. Кто бы мог подумать, что мы так уверенно пройдем ПСЖ, а? Понятно, что играть еще около получаса. Но 4 гола ПСЖ уже точно не забьет. Перехват очередной от Пасикова. Виналдум. Ай, ладно. Так неплохо. Виналдум забегание делает. Получает мяч от Александра. Пасиков вывел Виналдума. Ну что ты делаешь, дружище? А, смотри. Все-таки он... Все-таки он прострелил. Но если бы я ждал, что он все-таки там удержит мяч. Хотя он прокинул себе таким образом, что... Всем уже было видно, что он его теряет. Этот контроль над мячом. Но каким-то образом там защитник ПСЖ ошибся. Прострелил, в общем-то. Виналдум и трап отбил на ногу Пасикова, если бы тот был готов. Защитник опередил Александра и забить в пустыне не получилось. Ну что? Последние минуты, друзья. Мы прошли ПСЖ. Пасиков на Товена... Нет, это Янмут. Янмут, верни. Пасиков дальше. Неплохо. Виналдум. Пасиков. Еще на Янмута. Ого! Вот это выстрел. Вы видели? Янмут с развороту. Мог в ближнюю девять просто вколотить. Ну как здорово же Пасиков, Виналдум и Янмут сейчас разыграли эту комбинацию. Эх, можно было делать счеты 3-1. И оценка опять у Пасикова, как видите, не самая высокая. 6-6. Но вы сами все видели, насколько велико было влияние Александра на игру команды. Заработанные пенальти и все остальное. Да, друзья, мы выходим в 1-8 финала Лиги Европы. Это самое главное. В первом матче Александр Пасиков забил гол. Здесь отличиться не получилось, но это не так важно. Снова матч в Англии на сей раз. Я так понимаю, Capital One Cup, да? Ну-ка. Да, это Capital One Cup, с Crystal Palace и снова мы в запасе. Но вот с Уотфордом мы должны сыграть. И вы посмотрите, на кого мы попали в 1-8 финала Лиги Европы. С английским таким клубом. С Эвертоном. Нью-Кассел, Эвертон, 1-8 Лиги Европы. Ну что ж, из Англии далеко, по крайней мере, уезжать не придется. Да, но очень много матчей нас ждет. Вы посмотрите, тут какой график солидный. И похоже, что мы будем играть с Уотфордом, с Эвертоном. И снова с Эвертоном. Вот, и с Тоттенхэмом будет играть резерв. Мы, похоже, будем использоваться, именно я имею ввиду, пасиков в Еврокубках в большей степени. Вот, ну, а сейчас мы симулируем матч с Crystal Palace. И потом уже матч чемпионата с Уотфордом сыграем. 2-0, Колбек и Брейтвейд. Отличились, красавцы. Победа. Таким образом, победив Crystal Palace, мы продолжаем свой путь и в Capital One Cup. Я так понимаю. А, или подожди, это был финал. Это был финал же, нет? Это же был финал кубка. Capital One Cup разве нет? А что он так рано в феврале? Реально? Да, финал. Мы выиграли трофей. К сожалению, пасиков в этом участие не принимал. Но мы помним, что в ранних стадиях пасиков очень сильно помог команде. Да, интересные дела. Интересные дела. Ну и матч теперь с Уотфордом в чемпионате. Поехали мы в старте. Брейтвейд с нами. Все с нами. Должны тащить. Должны побеждать. Так, ну давай в желтой сыграйте вы, ребятки. Да, пасиков, Гуфран, Кобыля, Вейнальдом, Сисока, Брейтвейд. Стартер и состав. Погнали. Вот это проход пасиков из центра поля. Стиль Леона Лемесси просто. Ну дриблинг у него, конечно, сумасшедший. Вот временами. Брейтвейд. Ну пожалуйста, сделай низом пас. Низом, низом. Только низом. Вот это что вот они творят? Я не понимаю. Скидка пасикова. И все, и потеря. Ужасный розыгрыш штрафного. Почему все время с забросиками этими? Нет, чтобы низом тупо отдать. Вообще лучше пусть навешивают рандомно. Я так понимаю. Потому что запрашивать смысла нет. Они все равно тупят. Пасиков с мячом. На Кобыля. В центре на Брейтвейда. Брейтвейд. Можно на пасиков как-нибудь тут сыграть. Но правда там в окружении он троих. Брейтвейд. Ну вот, пасиков уже открылся. Отлично, пасиков на замахе. Развернулся. И тут же накрыли его втроем. Ложный замах здесь был. Не тем финтом, который стоило делать. Пасиков в отборе сыграл. Отдал на Вейнальдома. Дальше Брейтвейд. Пасиков пытается забежать здесь. Пытается найти свободную зону. Янмат. Сисокко. Пасиков. И нет. Кобыля. Тоже нет. На самом деле. О, Хурада. Знакомые все лица. Кобыля. Здорово сыграл. Пасиков. Пасиков. Прошел одного. Развернулся. И нет. Стоя обыгрывать, конечно, уже не стоит. Что-то я после ПСЖ как-то не настроен на Отфорд. Серьезно. Пытаюсь обыграть в одиночку всю команду. Не надо так. Пасиков из глубины. Сайдары разыграли мяч. Брейтвейд. Должен забегать на фланг. Пасиков. Да, да, да. На противоходе. Поймал защитника. Поймал, поймал, поймал. Вейналдум. Вейналдум открывается. И отличная передача на него. Пасикова. Вейналдум пятка опять. Хватит. Вейналдум. Слишком сложно играешь. И постоянно у тебя это не получается. Ай. Брейтвейд. Ничего себе. В прорыв Пасикову послал по флангу. Пасиков. Надо обыгрывать. Да как Ангелла, Анжелла или как его там? Защитник. Как он это смог понять? Как он смог это предугадать, этот финт, а? Вроде бы идеально все сделал Пасиков. Но нет. Ногу выставил. И все. Защитник успел отобрать мяч. Пасиков на перехвате. Шанс какой? Да, опять. Я говорю, что-то у меня с обыгрышем один в один в последнее время. Не привык я к новому дриблингу Александра, когда он встал у него за 90. Как-то все стало быстрее. Оу. И снова потери. Да, через пас у нас атаковать получается лучше. Но не всегда есть партнеры, кому можно отдать передачу. Но сейчас Пасиков хороший обыгрыш. Сисока будет забегать или нет? Забежал, да, но немножко не туда, куда я хотел. Пасиков в корпус поставил. Но вот сейчас, может, обыграешь. Передача в штрафную. Кобыля, Сисока, выше ворот. Неплохо. Но я бы хотел, чтобы Пасикову там вернули мяч. Тогда, может быть, и забили бы Галешник. Пасиков с левого фланга. На противоходе поймал. Пасиков! Заблокировали опять удар. Да что ж такое-то? Все удары дальние блокируют у Александра. Все время в защитниках получается пробивать. Пасиков. Любимый его проход. Да, сейчас будет Александр. Александр. Не мешайтесь. Не мешайтесь, ребятки. Не мешайтесь. Не мешайтесь, Ангел. Опять, а? Да что ж ты с ним будешь делать? Игналу я обыграл? Или кого там? Ангелла. Опять-таки, мяч выбил у Пасикова. Второй раз уже. Самый ключевой момент. Мы так доиграемся. Во-первых, Пасиков подустал. Многое что-то бегал. А во-вторых, Вотфорд-то пока не пропустил. Да и моментов у нас особых не было. Надо прибавлять. Мы даже вратаря их не видели в игре. Тягучий такой матч. Вообще, после PSG трудно настраиваться на Вотфорд. Я понимаю. Игроков Ньюкасла сейчас. Пасиков совершенно один. И Крул это видел. Точную передачу сделана Александра. Вейналдум дальше направо. Янмат. Кобыля. Пасиков. Кобыля должен забегать, по идее. Пасиков развернулся. Между двоих. Красиво. Еще от одного ушел. И от подката уходит. Замах. Передача отличная. Брейтвейд. Не торопись. Ай, далеко отпустил Брейтвейд мяч. Далеко. Пасиков. Вейналдум. Пасиков. Вейналдум. Нет, Пасиков с левой. Опять накрыли. Да что ты будешь делать? Защитники. Хватит накрывать удары Александра. До створа не долетает никак. А вы говорите. Бей издалека. Вот бью. И все время в защитников попадаю. Потому что момент для удара это, ну, очень сложно найти издалека. Очень сложно. На легендарном уровне сложности. Снова Вейналдум с Пасиковым разыграли. Брейтвейд прокидывает себе на ход. Вейналдум отыграл. Можно на фланг. Да. Тут Гуфран. Пасиков. Развернулся. Брейтвейд по центру. Можно забегать. Пасиков берет на себя. Пасиков уходит от защитников. Между двоих. И не смог. Не смог обыграть последнего. Не смог обыграть последнего защитника. Вот это ускорение по флангу. Передача Александру. Пасиков. Развернулся. Под левой ногой мяч. Не очень удобно. Но это не мешает Александру идти дальше. Пасиков. И в ту сторону развернулся. Ладно. Неплохо. Ложный замах. Мяч у Пасикова. Мяч у Пасикова. Удары. Опять защитник. Да чтоб вас. Угловой. Надо забивать уже. Надо забивать. Последние 20 минут осталось. Пасиков. Замах. Не дают пройти. Не дают пройти. Пасиков с мячом по-прежнему. Разворот. Айдара. Снова Пасиков. Еще один разворот. Да нет. Не получается ничего. Ничего не получается. Ну что. 83-я минута встречи. Вотфорд сейчас долго-долго владел мячом. Ньюкасл не мог отобрать. А это что было сейчас? Это что такое? Это опять отдали мы Вотфорду мяч. В общем-то походу это потеря очков. Да. Потеря очков в чемпионате очередная. Мы так улетим там с третьего места. Если уже не улетели. Ну отбери. О господи колбек. Что это за танцы? Хурадо. Причем Вотфорд не идет вперед. Они вот катают мяч. Где-то в центре поля. И все. Без продвижения вперед. Может быть Пасиков хоть поможет здесь. На силу уже нет у Пасиков особо прессинговать. Как видите одного его мало. Хурадо в центр. Сейчас еще и пропустим. Пасиков. Гуфран. Пасиков. Ну-ну-ну-ну-ну. Забежал кто-то там. Колбек как раз. Кобыля. Верни колбек у кобеля. Вернул. Хотя это вроде бы защитник даже выбил мяч. Как прижался Вотфорд. Надо за это наказать. Пасиков. Одного прошел. Развернулся. Сил уже правда нет. Пасиков. Пасиков. Ну-же. Кто-нибудь. Откройтесь. Очень много защитников Уотфорда. Очень много. Но вот сейчас. Виналду. Опять накрывают. Под каждый. Под каждый мяч ложатся ребята из Уотфорда. Сумасшедшие какие-то парни. Кобыля. Ой-ой-ой. Впервые по-моему я запросил. Не очень удачно. С углового. Пасиков. Ну отсюда приложись. Ой. Высоко. Ну хоть защитник не накрыл. А то все удары Пасикова были накрыты защитниками. Ну что ж. Да. Потеря очков. Из себя я ответственности не снимаю. В первом тайме много брал на себя. Больше чем нужно. Ну что ж ребят. Мы продолжим в следующей серии. Там будет по-моему уже и 1-8 лиги Европы. Ну да. Да-да-да. Как раз с Эвертоном. Матчи. Так. Еще и кубок здесь. Как вообще мы сыграем за неделю 4 матча? Не представляю. За 2 недели 5 получается. Еще и с Арсеналом. Потом еще и сборная. В общем не знаю. Где тут будет играть Пасиков. Я думаю первый матч с Эвертоном точно сыграем. Насчет второго не уверен. Потому что тут еще и кубок в лес. Да. В общем в любом случае будет интересно. Подписывайтесь на канал. Оставляйте лайки. Пишите комментарии. Всем пока.